Почти как дома. По такому принципу создавали центр реабилитации для женщин, которые готовятся к освобождению. Здесь есть то, чего нет в обычных отрядах или представлено очень скромно. Своя кухня, хорошо оснащенные санузлы со стиральными машинками, комната-досуга с небольшой библиотекой. Александра здесь три месяца. Говорит, жизнь в Авроре, так называемый центр, похожа на общежитие. Всегда все друг другу помогают, независимо. Нет такого, это твоя работа, это моя работа. Помогают всегда друг другу все и во всем, без лишних просьб и слов, чтобы это не было, да, хозработы, либо культурно-массовые мероприятия. Елена живет в центре уже семь месяцев, следит за порядком. В комнатах идеальная чистота. По внутренним правилам все вещи должны храниться в шкафчиках. Днем осужденные женщины на работе, здесь собираются вечером. Здесь есть еще один большой плюс, здесь тишина, чего, собственно, нет в других отрядах, потому что народ проживает намного больше, и естественно, что такой тишины, как здесь, нет нигде. Центр рассчитан на 23 человека. Пока здесь проживают 14 женщин. Все они попадают в Аврору за хорошее поведение, если соблюдают все правила и готовятся выйти на свободу в ближайшие полгода. В спальнях от двух до восьми кроватей. В комнатах отдыха и эмоциональной разгрузки женщины занимаются с психологами, просто общаются, делятся своими переживаниями. Женщина везде остается женщиной и хочет выглядеть хорошо. В спортивном уголке приводят в порядок фигуры перед освобождением. Здесь есть несколько тренажеров для занятий, беговая дорожка, мяч, коврики для дыхательной гимнастики. Говорят, очень здесь популярный. А еще сантиметровая лента для контроля за своими параметрами. За внешним благополучием скрывается большая работа. Женщин готовят к жизни вне колючей проволоки, чтобы после заключения не возникло желание снова приступить закон. За год из центра «Аврора» на свободу вышли 20 человек. Очень многие присылают письма благодарности нам. Говорят нам спасибо за то, что мы им помогли, мы их подготовили к жизни вне мест лишения свободы. Все трудоустроены, у всех благополучно сложилась жизнь. С психологами занимаются индивидуально и группами. Центр посещают социальные работники и сотрудники центра занятости. Готовят рабочие места для тех, кто скоро будет свободен. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.